Здравствуйте! В эфире телеканала Первые Карагандинские новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Пострадавшим во время обрушения дома в поселке Шахан благополучно компенсируют все убытки. На сегодняшний день на месте взрыва полным ходом ведутся восстановительные работы. Откуда у ректора Центрально-Казахстанской академии дорогие ювелирные изделия и наличные на сумму более 1 миллиарда долларов? Правда ли, что похищенное яйцо Фаберже не настоящее? Потерпевший дал пресс-конференцию. Перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством. Для разъяснения этого процесса депутаты парламента посещают трудовые коллективы региона. Более 120 миллионов тенге поступило на счет фонда помощи пострадавшим в Шахане. Уже куплены 4 квартиры. На сегодняшний день пострадавшим компенсирована большая часть затрат. Однако рабочие бригады не успевают реагировать на все просьбы жильцов многострадального дома. В тот злополучный вечер 80-летний пенсионер Дожан Жумкин вместе с супругой находился дома. Взрыв в соседнем подъезде сильно напугал пару и заставил ее покинуть жилище. После трагедии все жильцы дома разъехались, оставив за собой пустые квартиры. Спустя 10 дней после взрыва, когда завал полностью расчистили, жители вернулись в свой дом. На сегодняшний день жизнь в доме стабилизировалась, но жалобы и просьбы от горожан поступают. Пенсионер Дожан Жумкин рассказал о некоторых проблемах. В квартирах стало холоднее, особенно когда плохая погода, сильно чувствуется сквозняк. Сейчас мы перебиваемся подручными средствами, стараемся одеваться теплее. Мы много раз просили у Акимата помощь, чтобы утеплили подъезд, но реакции не было. Но все же надеемся, что вскоре все нормализуется. В настоящее время работы по разбору завала завершены, место расчищено. К завершению подходят и ремонтные работы. По словам рабочих, подъезд будет восстановлен через месяц. Но некоторые жильцы, даже из соседних подъездов, не могут переступить через психологический барьер и боятся возвращаться в квартиры. Но это все временно. На сегодняшний день работа специального фонда для помощи пострадавшим идет полным ходом. В фонд поступило более 122 миллионов тенге. Израсходовано более 44 миллионов. На собранные деньги удалось приобрести 4 квартиры и оплатить основную часть расходов. Как мы уже до этого говорили, 10 миллионов – это материальная помощь пострадавшим. То есть это 9 миллионов за погибшего и по 500 тысяч Галышеву и Васильеву Лени, которые лежали в больнице. Также, кроме этого, нами были возмещены личные расходы семей погибших. Это когда они проводили все мероприятия по похоронам, поминки. Почти 17 миллионов тенге направлены на приобретение квартир. Всего их необходимо купить для 14 семей. Что касается оставленных квартир, то власти намерены передать их нуждающимся. Из этих 10 квартир, как нам доложили в Акимате поселка Шахан, одна квартира коммунальная собственность, и 9 квартир находятся приватизированные. Мы долго думали, всякие решения предлагали, и в конечном итоге на сегодня мы сошлись в том мнении, что это квартира, которая коммунальная собственность, они его оборудуют под арендное жилье. Это будет арендное жилье. Посмотрим, может, молодые специалисты приедут, может, еще какие-то нужды будут, может, какие-то ведомственные кто-то приедет на работу. Это уже они сами будут решать. И 9 квартир мы решили, что мы их передадим детям-сиротам, которые стоят в очереди. По данным председателя попечительского совета, более 9 миллионов тенге потрачено на строительные работы по восстановлению аварийного подъезда дома, а также утепление внешней стены дома. Кроме того, из фонда будет оплачено строительство новой котельной. Асель Сазамбаева, Толген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ограбленный ректор Центрально-Казахстанской академии Бахтыбай Жунусов объяснил происхождение драгоценностей и крупной денежной суммы, которыми завладели преступники. Как сообщалось ранее, у доктора юридических наук были похищены дорогие ювелирные изделия и наличные на сумму более 1 миллиона долларов. В списке пропавшего, среди прочего, якобы числилось и яйцо Фаберже. Троих воров, задержанных по данному делу, уже осудили. А вот четвертый наводчик находится в розыске. Хочу особо подчеркнуть, друзья мои, я пришел не оправдывать. Такими словами начал пресс-конференцию известный в области бизнесмен, а по совместительству ректор Центрально-Казахстанской академии Бахтыбай Жунусов. Ученый сообщил, что все, что у него украли, это честно заработанные деньги. По словам Жунусова, он занимается бизнесом с 90-х. При этом ученый вырос в очень скромной семье. Хотя мне было трудно становление, денег нет, кризис, но, слава Богу, поднялся и открыл в 98-м году Фемиду. В 90-е годы, будучи преподавателем, это тогда называлось МЧП – малое и частное предприятие. Я его тогда еще открыл, я еще тогда занимался бизнесом. Преподавательская деятельность не исключает. С 1990-х годов Жунусов занимался ресторанным бизнесом и строительством жилья. При этом бизнесмен также не скупится на благотворительность, а деньги, украденные из его особняка, он держал для покупки земли под крестьянское хозяйство. Поэтому общественный резонанс, связанный с его личными накоплениями, ректору непонятен. Он просит не связывать его личный доход с деятельностью академии. «Эти преступники, я вам скажу, на меня много людей выходили, чтобы я их простил, чтобы я сделал сделку с ними, прославленное соглашение. Я не стал этого делать, потому что они третью или четвертую кражу совершили. Это безответственность». Четвертый подозреваемый до сих пор находится в розыске, заявил бизнесмен. Ущерб, нанесенный предпринимателю, не погашен полностью. А яйцо Фаберже, которое упоминается в материалах дела, на самом деле оказалось сувенирной монетой под одноименным названием. Также Жунусов подчеркнул, что он исправно платит налоги, а любителям считать чужие деньги посоветовал, трудиться и зарабатывать свои. А имам Ренажа Сла Макулбеков Андрей Тимофеев, первый, карагандинский. В Караганде 15-летнего подростка ограбил взрослый мужчина. При грозе физической расправы преступник отобрал у юноши 2000 тенге. Полицейские полка дорожно-патрульной полиции по горячим следам в течение 15 минут задержали грабителя. Жертвой грабителя стал 15-летний подросток, у которого взрослый мужчина отобрал деньги на проезд и питание. При помощи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления удалось установить направление движения грабителя. В течение 15 минут полицейским полка дорожно-патрульной полиции Макишевым, Уразбековым, Курдиубаевым и Успановым грабитель был задержан и передан следственной оперативной группе. 20-го числа заступили на службу по охране общественного порядка, обеспечению дорожной безопасности по Михайловскому сектору. Во время всей службы с Центра оперативного управления к нам поступила ориентировка о том, что у несовершеннолетнего, угрожая физической расправой, завладели денежными средствами в сумме 2000 тенге. В результате оперативно-радостных мероприятий в районе ЖД вокзала нами был заметен по ориентировке подозреваемый, после чего которую опознал потерпевший. В ходе расследования выяснилось, задержанный житель пригорода ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. На данный момент задержанный во дворем в изолятор временного содержания проводится расследование. Лариса Хусейнова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Детский спортивный комплекс Жисказгани может уйти в частные руки. Объект уже дважды выставлялся на торги в связи с поручением правительства о приватизации. Жители города против продажи спортивного объекта, который посещают около 700 детей. Родители считают, что новый владелец непременно откроет свой бизнес и все секции станут платными. А где вы раньше были? Почему вы раньше вот это письмо не создали? Что вот как это так? Сот детского учреждения допустили мы к тому, что ее список торгов включили. На этом любительском видео запечатлена встреча родительской общественности и местных исполнительных органов. Народ явно недоволен продажей спортивного комплекса. Люди наперебой задают вопросы чиновникам и требуют, чтобы здание оставили за детьми. Прошло двое торгов детского спортивного комплекса. Теперь вы говорите, что когда народ здесь сидящий, присутствующий, когда мы поднялись, когда уже сердце у нас забилось, вы теперь говорите, что вы третьи торги остановите после нашего письма? Диалог жителей с местной властью прошел на повышенных тонах. Заместитель Акима города Жесказган Зина Акалбекова настаивала, что торги – это не прихоть Акимата. Здание спорткомплекса попало в списки приватизируемых объектов согласно постановлению правительства. Но местные чиновники направили письмо в область, чтобы исключить его продажу. Мы обращались, и в правительство обращались, и в областной Акимат обращались, чтобы спортивно-оздоровительные комплексы и вообще детские учреждения приватизировать нельзя. Например, вот на сегодняшний день я вам хочу сказать, что на 18-19 годы поставлена приватизация детских садов. Вот сейчас мы тоже по ним работаем, что приватизировать детские сады тоже нельзя. По словам чиновников, пока бизнесменов, желающих купить спорткомплекс в Жесказгане – нет. Это показали торги, которые проводились в городе уже дважды. А для того, чтобы уберечь здание от приватизации, опять же, нужно соответствующее постановление правительства. Айя Мамлина, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентноспособность. Именно так называет очередное послание главы государства Нурсултана Назарбаева. В Карагандинской области состоялось заседание актива, на котором обсудили этот важный документ. В своем очередном послании глава государства четко поставил задачи перед правительством, акиматами всех уровней, перед всеми органами исполнительной власти. Об этом заявил Аким Карагандинской области Нурмухамед Абдебеков. Глава региона отметил, что в своем послании президент выделил пять основных приоритетов. Это ускоренная технологическая модернизация экономики, кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, макроэкономическая стабильность, улучшение качества человеческого капитала, институциональное преобразование, безопасность и борьба с трудом. Все эти пять приоритетов призваны, как ответил президент, обеспечить цель дорожства экономики и устойчивое продвижение в число 30 первых стран мира. Осмыслить задачи послания, определить место и роль Карагандинской области по их реализации – вот главная задача на сегодня. Аким области подчеркнул, что к третьей модернизации Казахстана угольный регион подошел с определенными достижениями. По итогам года рост валового регионального продукта ожидается на уровне 1,3%. За 2016 год запущено 10 проектов карты индустриализации, общей стоимостью более 100 миллиардов тенге. Создано более тысячи рабочих мест. В послании глава государства ставит задачу продолжить индустриализацию с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных областях. Глава государства говорит о том, что мы должны развивать перспективные отрасли, такие как 3D-принтинг, онлайн торговлю, мобильные банки, цифровые сервисы, для чего необходимо всесторонняя поддержка инноваций и быстрое их внедрение в производство. У Карагандинского региона есть для этого все необходимое – мощная производственная база и высокий научный потенциал. В связи с этим, получаем в Управлении промышленности и индустриарно-особного развития совместно с Технопарком внеси предложение по созданию регионального офиса инноваций в рамках, дорожной карты, создания собственных технологий на предприятиях в области. Внедрение новейших технологий потребует и новых специалистов. В своем выступлении ректор Технического университета Марат Ибатов заверил, что ученая общественность всецело поддерживает ускоренную технологическую модернизацию Казахстана. «Подготовка конкурентоспособных специалистов для формирования новой индустрии, развития цифровых технологий, связываясь с посланием, серьезным повышением качества системы высшего образования, обновлением профессиональных стандартов в соответствии с требованием рынка и передовым мировым опытом учения на производстве». На совещании также выступили депутаты, руководители промышленных предприятий, сельхозпроизводители. Завершая встречу, Нур-Мухаммед Абдебеков дал ряд конкретных поручений, среди которых разработка мер по выходу на новые рынки, выпуску продукции высоких переделов, среди которых создание углехимических производств и технологий по глубокой переработке угля. Андрей Тенулжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Глава Казахстана Нур-Султан Азарбаев считает необходимым перераспределить полномочия между президентом, парламентом и правительством. Об этом он заявил в ходе торжественного собрания в честь 25-летия независимости республики. С целью разъяснить предложение президента на Каргандинский литейно-механический завод прибыла делегация мажоресменов. Депутаты парламента республики Казахстан Нурлан Мажитович Абдиров и Мейрам Кудайбергенович Пшимбаев не случайно прибыли на КАЭЛ-МЭЗе. Это старейший завод региона, который был основан в 1942 году как завод РГШО. С 2000 года он входит в состав корпорации «Казахмыс». Сегодня на заводе, как и в Казахстане, происходят разительные перемены. Впервые начата глобальная модернизация предприятия, в которую вложены инвестиции на 62 миллиона долларов. Современный парк оборудования поставляют известнейшие фирмы с мировым брендом из Чехии, Турции, России, Германии, Кореи, Японии, Швеции. Это четвертая техническая революция, которая происходит в республике Илмире и тому подтверждение события на КАЭЛ-МЭЗе. Сегодня на заводе работает более 600 человек и уже открыт набор специалистов еще на 250 сотрудников. Заводом выпускается 4800 наименований продукции. Передовые идеи здесь всегда поддерживаются. «Именно такие предприятия, на которых мы сегодня находимся, они должны, прежде всего, внедрять новые технологии. В целом, на всех промышленных предприятиях Казахстана мы будем проводить модернизацию, заводить новые технологии, внедрять автоматизацию, роботизацию. Все делается для того, чтобы повышать проявительность труда, качество продукции. И одним из условий, значит, должно быть также экспортоориентированность продукции». На общем собрании коллектива мажористмены раскрыли перспективы перераспределения ветвей власти в стране. Так, по словам Елбасы, будут усилены роли правительства и парламента страны. А значительная часть полномочий президента Казахстана по регулированию социально-экономических процессов будет передана правительству и другим исполнительным органам. «Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитража в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности нашей страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилятся», отметил Нурсултан Назарбаев. Идеи президента нашли отклик и среди рабочих КЛМЗ. «Предложение главы государства о повышении ответственности исполнительной и представительской власти за развитие экономики, социальной жизни, развитие отраслей промышленности – это конкретный шаг к демократизации нашего общества. Поэтому я всецело поддерживаю обращение президента и призываю всех казахстанцев поддержать эту инициативу». Все это перераспределение полномочий отвечает будущему развитию страны и соответствует пяти институциональным реформам. Пятый пункт «Открытое правительство» как раз предполагал серьезное перераспределение полномочий. «Для того, чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие балансы и противовесы», подчеркнул Нурсултан Назарбаев в специальном обращении. Это обращение находит отклик и у карагандинцев. Сергей Высокосов, Улжас Габбазов, Первый, Карагандинский. Реализация третьей модернизации Казахстана невозможна без высоко квалифицированных специалистов. Именно поэтому вторым пунктом своего визита мажористмены выбрали высшее учебное заведение. В Карагандинском экономическом университете депутаты парламента встретились со студентами и преподавателями. Екатерина Кузьменко – студентка второго курса Карагандинского экономического университета КАСПО Требсоюза. Девушка с особой серьезностью относится к посланиям президента. Как говорит Екатерина, исполнителями задач, поставленных президентом, являются именно студенты. И они должны стать главной опорой страны. Я очень рада, что здесь созданы все условия, что президент нашей республики постоянно говорит в своих посланиях различные пожелания для того, чтобы усовершенствовать систему образования. И наш университет действует в ногу со временем. Ну и, как любой казахстанец, я очень горжусь своей страной и надеюсь, что это послание легло в душу каждого. И мы все будем своими силами добиваться того, чтобы Казахстан вошел в тридцатку развитых стран мира и, естественно, был на международном рынке, на международной арене. Во всех регионах страны проводятся разъяснения послания президента республики Казахстан. Депутат мажориса парламента Нурлан Абдиров встретился с профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью Карагандинского экономического университета КАСП «Требсоюза». Ректор КЭУ Ергарай Магомбетов отметил важность образования в развитии страны. Депутат мажориса парламента рассказал особенности пяти направлений послания главы государства. Третья – модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность. Примечательно, что в короткий буквально период, скажем, второй половины января этого года, глава государства сделал два очень важных взаимосвязанных заявления. По сути, вначале – это специальное обращение к народу Казахстана, связанное с предстоящей крестивой реформой. Это тоже модернизация. Это, прежде всего, политическая модернизация, которая влияет на все сферы жизни Казахстана. В ходе встречи студенты и преподаватели задавали интересующие вопросы, касающиеся послания президента Республики Казахстан, и получили полные ответы. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И последнее. Бурые медведи, крокодилы, огромные ежи были замечены в Караганде. Эти и другие ледяные скульптуры создали дети и родители в детском саду «Гаухар». Конкурс на самую интересную задумку провели с пользой и для здоровья, и для души. О новых жителях детского сада расскажет Лариса Хусейнова. Роза Бухтоярова – бабушка-воспитанника детского сада «Гаухар». Вместе со своим внуком и другими участниками они вошли в тройку победителей. К созданию огромного ежа подошли креативно. Скульптуры сделали на небольшом дереве, которое пышно разрослось летом. Также на этой площадке можно заметить ледяную горку, медведя, который выглядывает из берлоги, и дракона, туловище которого является интересным препятствием для малышей. Роза Михайловна старается чаще гулять с внуком на свежем воздухе. Они вместе лепят снеговиков и катаются с горки. Я думаю, что эти конкурсы очень нужны детям, потому что наши дети сейчас очень много времени проводят за планшетами, за играми в компьютер, а родители не находят возможности выходить с ними на улицу. Я думаю, что если родители больше будут уделять своим детям внимание, будут много проводить времени со своими детьми, особенно в зимнее время на улице, то дети научатся лепить из снега фигуры. У них появится воображение, творчество, им будет вместе интересно гулять, смотреть на эти фигуры. На входе в детский сад воспитанников и родителей встречает символ 2017 года. Яркий петух и цыплята тоже были сделаны семейным трудом. Такие конкурсы в саду Гаухар проводят уже пять лет. Это стало доброй и полезной традицией. Воспитатели также не остаются в стороне, принимают активное участие в создании ледяных скульптур. В нашем детском саду с целью закаливания детей и активизировать подвижность детей проводится конкурс на самую лучшую зимнюю площадку. И принимают участие все педагоги и родители. С помощью родителей выполняются вот такие вот фигурки, которые делаются из снега. В основном это с помощью родителей делается. Участников ни в чем не ограничивали. Ни в сюжетах, ни в размерах. На создание скульптур было отведено две недели. За это время дружные семьи оживили двор. Теперь здесь гуляют не только воспитанники детского сада Гаухар. Другие дети проходят мимо и стараются запечатлеть на камеру самые интересные скульптуры. Около 60 сказочных персонажей и различных животных поселились во дворе детского сада Гаухар. Конкурс единых фигур оживил и украсил детскую площадку. Также дети с помощью родителей обустроили сад удобной мебелью. Лариса Хусейнова, Жакслык Нурта, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин